Четверо пострадавших, почти полторы тысячи домов без света, сотни заваленных деревьев, электроопор и билбордов. По Луганску пронесся смерч. Размеры ущерба пока неизвестны. На ликвидацию последствий брошены все спасательные силы города. Мэрия обещает помочь пострадавшим деньгами. Подробнее об урагане и его последствиях Игорь Крымов. Это первые минуты после буйства стихии. Свидетели говорят, все началось внезапно. Длилось 7 минут. Вот так вот стена идет, смерч. Смерч попала и Ольга, с ней был 9-летний сын и годовалая дочка в коляске. Вырвала коляску с рук. Второго ребенка вообще на нас дерево упало. Ничего не помню, ничего не видела. Здесь что увидела последнее, это как у меня коляску вырывает и уносит ветром в другую сторону вообще. У девочки закрытый перелом черепа, у мальчика ушиба. Еще один пострадавший, взрослый мужчина, отделался порезами. Деревья пилят сразу в трех районах Луганска. Крыши демонтируют сотни домов. Стихия не зацепила высотки, пошлась по частному сектору. Шифер летел метров 20 в высоту, летел с такой скоростью, просто как самолет. Что это было, луганские метеорологи точно сказать не могут. Со смерчем они никогда не сталкивались. К сожалению, приборы не смогли его засечь, поэтому мы затрудняемся. Но то, что завалило столько деревьев и посносило столько крыш, что ветер действительно был ураганной силой. Ураганная сила пронеслась в День Троицы. Это церковь в километре от пути смерча. Его с праздником священнослужители не связывают. В жизни, в духовности, с физическими такими уклонениями, это разные и далеко не параллельные вещи. Восстановительные работы в Луганске продолжаются уже ровно сутки. Но когда они закончатся, ни чиновники, ни ремонтники сказать не могут. Вместе с тем в Луганске на столбах появились совсем свежие объявления. Вот как это. Кровельные работы. Игорь Крымов, Наталья Петровимова, Олег Притыкин и Виктор Белогорцев. Специально для телеканала Донбасс.